МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Западная кровь. Ну, тогда была ее западная, северная, западная. Тогда большие фронтации. Московское направление было. Бланцев, и ты не пересчитаешь пленных. Там лагеря такие были, тысячи людей там, изгнеможженные. Некоторые одни кости только торчали, лоб, видно, что он еще живой. И все это дело было покрыто неизвестно. Ну, вот освободили мы. А дальше что они делали с ними, уже мне не знаю. Никто не считал своей жизнью. Ну, убьет, значит, так и должно быть. Ранее тоже так, как вдруг. В северо-западе Берлина. В северо-западе Берлина, второй белорусский фронт. Мы же не над морем, над Балтийским. Вот. И уже последние два дня уже немцы не стреляли по нас. Ну, и мы по их не стреляли. А просто преследовали, брали пленными тысячами. Тысячами буквально. Вот. Они поднимали, значит, палки. На палках белая тряпка. Вот. Витер, капут, перечасывающий. Сталин в углу. Христос, чего возле безмертных житиям и смертью води, единственный Бог наш. Могли, благо, величини до своей матери, святых планов, святых планов, святых планов и святых планов, и всех святых. Души скорей, выхрадь свои, какими зависти свое життя. Души скорей, выхрадь свои, какими зависти свое життя. Пацаном маленьким, ну, скажите, мне было, наверное, 7 лет. Немцы расстреливали курей в дворе и кидали конфеты. То мы ходили, дозбирали эти конфеты, а он стреляет курей, потому что они курей хотят. Я их в очи бачил. В 49-м году нас семья семья, семья душ, батько Пузнецом робил. Дали нам заплатить апеллигацию 1200 рублей. Батько Пузнец, где он ци гроши возьмет. И из-за того, что, не мало грошей, пришли коммунисты, забрали коровы. Мы остались, ботву есть и воду. Так советская власть давала нам понять, как эта жизнь была. Вот это самое тяжелое для меня, что мы уже не знали, что есть, и ботву вот эту траву есть и с водой, и все. Так я был на житоварщине. Радость была. Самая большая радость, что, наверное, на конец уже хоть трошки люди начнут дыхать, думать, как оно будет дальше. Все было разрушено. Все. Наше поколение, воно виховывалось на тих подвигах, які створювали наши солдаты на фронтах Другої світовой войны. И это нам очень помогало уже там в Агнистане. Если что с властного примеру, то я могу навести такой пример, когда я получил тяжкие поранения в Агнистане. И в операционной наркоз меня не взял. Я вспомнил фильм про солдата, который был поранен на войне. И ему также сделали операцию, когда на тот час наркоза не было. И он спевал, и спевали его боевые братьями. И я стал в операционной спевать, и хирург начал мне помогать. И так мы годину 20 минут делали операцию, и операцию лекарь сделали. Это их подвиг, он успевал и в песнях, и в фильмах, и в книжках. И сейчас даже их внуки и правнуки, они так же, если смотреться пронику теперешних боевых действий, сколько наших молодых хлопцей, казалось бы, ничего не знают, что совсем про войну, а какие-то возрасты мощности и героизма они проявляют. Они не сдаются в полон, они бьются до последнего, и последней гранатой подрывают себя и вора, чтобы не сдаться в полон. Это тот патріотизм, это это вихование, и вихование на подвигу этих ветераней Другое святой войны. Из нижнего классика нашей, украинской земли, мы не видим, и победа будет за нами. Слава Украине! Героям слава! Пятеро. Героям слава! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова